Ребятушки, здорово! У меня сегодня день рождения, мне исполнилось аж целых 37 лет. И, собственно говоря, на свой день рождения я хочу вам подарить подарок. Об этом подарке в конце этого видео чуть-чуть посмотрите, и в конце будет подарок. Я расскажу, как его забрать. А так, это же не просто видео про день рождения. У нас еще есть для вас, от меня лично, на свой день рождения, для вас есть пожелания. Я хочу, чтобы вы в этом году были более решительными. Мы, кстати, ездили сейчас в машине, подняли вопрос, не знаю, почему он у нас возник. Потому что, глядя на то, сколько людей, по сути, по большей части мужчин, губят свои жизни просто из-за того, что не решаются сделать что-то. Неважно, с женщинами, с работой, абсолютно. С переездом куда-нибудь. И это тоже, да. Что-то поменять в своей жизни. Именно то, что хочется им сделать. Поэтому будьте решительными, а женщинами тем более. А женщина это хороший тренажер для решительности, да? Потому что это очень большая потребность в любом человеке. Семья это очень важно для многих. Может быть, не для всех, но для многих. Поэтому, чтобы там было всегда приятно находиться, для этого нужно сделать определенные действия, которые, к сожалению, многие из вас не решаются сделать. Да. И мы вообще, почему заговорили про решительность? Мы тут проводили мастер-класс в Екатеринбурге на днях буквально. И для Инстаграма зрителей я уже это говорил, для Ютуба еще нет. То есть, там сидел... Мы пошли потом покушать в ресторан, вечером поужинать вообще после мастер-класса. И там сидели несколько парочек. У них были свидания, но это очевидно. Когда ты в этой теме столько лет, ты уже понимаешь, какое у них там свидание, в каких они отношениях и так далее. И сидит мужик такой, ну, довольно модный. И девушка напротив него через стол сидит. Причем стол очень широкий, да? Прям такой... Полтора. И в итоге он... Ну, видно, что он хочет сблизиться, она нормально реагирует. И он такой раз нашел повод, вот надо отдать должное. Он говорит, давай нас сфотографируют вместе. Позвали официанта. Он присел к этой девушке, такой прилип, типа улыбается. Самое главное, что она на него реагирует очень хорошо. Она прям аж вот так там щекой вся такая растаяла и расцвела. Ну, то есть очевидно, что вот она готова общаться с ним более тесно. Ну, если так, ну, наконец-то он решился, подсел. И потом у меня закралась мысль, такое сомнение очень прям за секунду. Но пришло, что я думаю, блин, вот не дай бог, мужик, ты сейчас отсядешь. Как бы, ну, отлично, красавчик, подсел, супер. Хотя надо было изначально садиться сразу рядом, потому что это must have. Это вообще как само собой разумеющееся. И в итоге происходит этот страшный прогноз, который я предугадал. То есть он прям через буквально две минуты, они еще посмотрели, ха-ха, тебе нравится, мне тоже. И он раз опять отсаживается обратно. И, господи, вот в этот момент прям вот, знаешь, как говорит один мой знакомый, он уронился в моих глазах. К чему это приводит? Да, а приводит это к следующему. Потом, когда задают вопрос, а почему она не вызванивается, почему больше не приходит на свидание. Почему даже если это перерастает дальше в семью, начинают происходить ссоры. Ограничения. И женщина часто начинает ограничивать мужчину и нарушать его границы, личные границы. А некоторые даже не понимают, почему это происходит, начинают винить женщину в этом. Хотя изначально было все предельно ясно и понятно, что запретив какие-то или наоборот сказать ей, что так не надо делать, сделать то, что тебе хочется сделать. Потому что с этим придется жить в дальнейшем. В тот момент, когда она начала вести себя не так, как хочет мужчина. Ну да, не хватает сейчас, если я вдруг сделаю и скажу, что-то испортится, вдруг наоборот уйдет, расстанемся и так далее. Так в дальнейшем все равно это вопрос времени, когда это настанет. Да, в общем, из-за... Терпение, оно заканчивается у всех. Из-за этой нерешительности потом происходит такое, что рушатся семьи. То есть если смотреть на несколько шагов вперед, не просто там, ну на свидание, на следующее не пришло, да и хрен с ней. Но гораздо печальнее, да, когда у тебя есть дети, общее имущество там, ну как бы Лада Гранта там, которую все эти говорят, что у них женщины хотят забрать там и так далее. Потом все женщины плохие из-за этого, потому что разочаровался в одной. Хотя изначально было возможно, сделав какие-то несложные, на самом деле, простейшие, исполнив свои какие-то потребности, желания, чтобы было по-твоему, все было бы абсолютно по-другому. Или не сделав, да, не установив границы, когда женщина начинает их по какой-то своей глупости или где-то еще пытаться нарушать. Может она где-то это услышал, увидел, но это долгая история, ребятушки, поэтому мы вам желаем, во-первых, в этом году и вообще по жизни больше решительности. Что касается моего подарка вам, то есть если кто-то еще не видел этот курс, у меня есть такой микрокурс на час или минут на 40, который называется «Неволшебная таблетка от страха знакомства». Это как раз про решительность, про то, как себя заставить, потому что женщины только и думают, ходят и думают, когда же с нами познакомятся, нормальный мужик. Они тоже хотят семью, секс, отношения и все прочее, но так же, как и вы. Поэтому этот подарок вы можете получить здесь по ссылке под этим видео от меня. Ну, мы сейчас скоро уже будем Володю поздравлять со всей широтой данного мероприятия. Вы также можете, ребят, поздравить от души Володю, потому что человек, я знаю, не понаслышке, что искренне старается помогать людям, которые не решаются, что-то изменить в своей жизни. И все-таки он заслужил маленькое вознаграждение, может быть, за это в виде вашего внимания. Ну, опять же, то, сколько, как бы, по возможности. Помогите, да, такое. Короче, ребятушки, я верю в энергообмен, то, что нужно больше отдавать, и вам больше вернется. И, соответственно, вы можете также подарить подарок мне, там же, по этой ссылке, забрать свой подарок. И если есть желание, если вы считаете, что вам есть за что меня отблагодарить, то буду очень рад. Все ссылки там, под этим видео. Еще раз, меня с днем рождения, вас с тем, что... Будьте решительными. Да, чтобы вы были решительными. Все, всего хорошего. Пока.